всем привет сразу хочу поблагодарить всех тех кто смотрит эти ролики кто пишет комментарии под ними и кто материально поддерживает этот канал мне это все чрезвычайно приятно и еще раз спасибо комментарии читать мне очень интересно я уже много раз об этом говорил так что не останавливайтесь ни о какой монетизации тут речь не идет потому что ее просто нет ни о каком наборе так сказать чего-то там лайков или прочего тоже речь не идет потому что монетизации никакой нет это просто приятно здорово интересно у меня на футболке вот написано keep calm аквариум да так вот аквариум очень много предложений пожеланий поступает на канал который заключается в следующем почему так мало русской музыки ну во первых и немало во вторых просто я показываю пластинки которые у меня дома которые мне очень нравятся и я как так привык их показывать вот то что то что мне в данный момент интересно я достаю с полки слушаю и тут же про это все рассказываю но о русской музыке хорошо а русской музыки keep calm аквариум да и вот пластинка которая оказала на меня и не только на меня на виктора робертовича цоя в первую очередь да если это интересно интересно же всем интересно а как началась группа кино да что вы слушали столько вопросов бесконечных совершенно одинаковых уже я не знаю сколько десятков лет и на них отвечаю но темнее продолжаю отвечать наш вопрос продолжает задавать и так пластинка которая вышла в виде магнитофонного альбома то есть маленькая такая пленка обклеенная фотографиями вот этими вот самыми которые снял сделал били усов прекрасный фотограф наш друг вообще музыкант кстати говоря очень хороший человек вот это самое оформление но пластинки тогда никакой конечно не было в советском союзе не выпускали пластинки с записями самодеятельных музыкантов каковыми являлись тогда музыканты аквариума но эта штука нас своим потрясла абсолютно не только нас андрюша панова в том числе свина очень любил этот альбом переписал его на свой магнитофон и в его доме электрический пес звучал довольно часто электрический пес если кто не знает это одна из песен который входит в эту пластинку но это на самом деле я вот сейчас даже слушаю для меня это полный кайф конечно это полный беспросветный кайф может быть кто-то скажет что это ностальгия но не без того потому что это действительно это моя молодость это светлые кто бы что не говорил объективная реальность не говорит о том что это было светлое время прямо вот такой для нас светлая свет не она не была светлым но ощущение от этой музыки воспоминания они конечно очень светлые и даже так я скажу альбом записан осенью зимой 1980-81 г.г. годов то есть да то есть сумрачная осень ленинграда дождь со снегом все серо потом бело и грязновато зима вообще темно вообще ничего не видно а музыка солнечная повторю в третий раз светлая яркая энергичная просто как сказано в одном фильме сияние исходит она отсюда исходит в полный рост в отличие от следующего альбома под названием треугольник от которого сияние не исходит он такой экспериментальный достаточно и сияние этом никакого не наблюдаю хотя интересно а здесь просто все и конечно я вспоминаю все эти наши походы по улицам с распитием сухого вина с планами с прожектами с мечтами с интереснейшими разговорами и с цорем и со свином из борис борисовича мы тогда уже познакомились с борей с борисом мы не называли его борис борисович и и не называют до сих пор мы продолжаем общаться и насколько больше сорока лет мы знакомы конечно это это срок приличный альбом записывался в студии андрея тропила как вы все знаете уже наверное ну по крайней мере все те кто слушает русскую музыку кино и аквариум студия располагалась в доме и располагается до сих пор между прочим она сохранена в первозданном виде дом пионеров это такое такая организация это дом я не помню до двух- или трехэтажный хотя там был недавно сравнительно заходил посмотреть что там происходит это место где собирались пионеры не 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 так вот собирались собрались пионеры а там разные кружки были секции какие-то спортивные кита общества лепка рисование там все 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 и в том числе студия звукозаписи которую курировал андрей тропилло всем известный да и обучал молодых молодых пионеров навыкам звукозаписи как это все происходит что делается и как говорил борис гипнотическим образом тропилло убедил старушку охранницу в том что музыканты группа аквариум это и есть те самые пионеры и они стали куда приходите записывать свою музыку по сути дела это первый студийный альбом аквариума ну я рассказываю информацию которая всем известно я не знаю насколько это интересно вот эти на эти фотографии я смотрю конечно глядеться не могу молодые сева дюша фанштейн борис просто просто красота просто красавцы просто замечательно и для нас с витей вот эта музыка которую мы услышали она произвала нас такое же впечатление как опять-таки по словам бориса когда он услышал машину времени и понял что рок музыку можно петь на русском языке реакция его была такая что он упал и для нас это было тем же самым и я могу сказать что музыка и песня за музыка 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 и песня глупость я сказал музыка которая записана здесь она отличается от того что было на тот момент времени русским роком мы безусловно слушали записи разных русских групп ту же машину времени там и и прочие мифов и все и она настолько отличала отличается до сих пор отличается от того что тогда называлась русскоязычным роком примерно как группа beatles отличалась от советской эстрады то есть это настолько было другое настолько другая структура другое другое построение песен другое исполнение другое пение другая манера что мы конечно шалели с виктором робертовичем и это безусловно эта пластинка была одним из толчков которые витю сподвигли на занятия собственным поэтическим музыкальным творчеством напоминаю что это восьмидесятый год запись происходила восьмидесятым а вышел в тираж микроскопический альбом восемьдесят первом как раз как раз самая самая самые зачатки группы галина гиперболоиды железнодорожная вода от которой я с ума сходил свое время сейчас она мне нравится кстати меньше эта песня несмотря на то что альбом один из моих любимых но она мне нравится меньше она такая деланообразная хорошая красивая но то что будет дальше это затмевает конечно железнодорожную воду хотя хорошая песня до начинается шума поезда все в порядке дай мне напиться железнодорожной воды многие ломают голову до сих пор что же это такое за железнодорожная вода примерно как никто до сих пор почему-то несмотря на многочисленные мои объяснения и не только мои что такое алюминиевые огурцы все строят какие-то гипотезы свои чудовищные когда я скажу алюминиевые огурцы это просто огурцы торчащие земли измазанные глиной имеющие серый цвет которые битя собирал будучи участника учащимся пт у на картошки так называемый когда учеников средних и высших учебных заведений осенью отправляли помогать колхозникам собирать остатки урожая вот видите собирал эти самые огурцы там и родилась строчка про алюминиевые огурцы все остальное было потом написано дальше а железнодорожная вода это когда музыканты едут из ленинграда в москву на поезде в плацкартном вагоне самым дешевым все с похмелья утром просыпаются и пьют воду из этого самого железнодорожного бака краник вот эта самая железнодорожная вода вода и есть все оказывается очень просто но песня хорошая несмотря на то что я к ней остыл остыл потому что я слушаю то что было дальше герои рок-н-ролла молодая шпана прекрасно исполнена прекрасная песня вперед это там где красный свет и до сих пор эта строчка в моей голове но другого пути вероятно нет вперед это там где красный свет и так и должен идти любой художник любой музыкант любой певец любой артист любой человек занимающийся творчеством только на красный свет больше никак ритм перкуссия все было ново все было ново для русскоязычного рока скажем тогда все было ново абсолютно отличная игра на акустической гитаре бориса гитара луначарская 12 струнная это такой адский на самом деле инструмент я понимаешь почему более такой физически крепкий человек потому что играть на этой гитаре это занятие непростое но если начинаешь этим заниматься с молодости с юности то все нормально нарабатывается пальцы все хорошо я просто недавно попробовал я много лет уже много десятков лет играем на более-менее приличных инструментах недавно попробовал вот эту гитару в мачарку это конечно вам скажу такое приспособление серьезное но тем не менее многие на них играли и цой и розенбаум в том числе и борис и сукачев помню рассказывал как он ездил в ленинград специально покупать эту 12 струнную гитару общем все через это прошли молодая шпана энергия энергия драйв то что называется кайп гость неожиданный романс неожиданный красивейший романс отлично спетой чистить чистейший сыгранной на гитаре с удивительным звуком как этот звук был выжат из вот этой самой гитары я не знаю это пальцы это пальцы и желание все это сделать странные объекты между светом и звуком но это обязательно авангардный номер инструментальный которые дюша романов изобразил на электрической гитаре и конечно электрический пес который потряс андрея панова свина потряс нас мы стоим его в меру сил пели даже иногда хотя борис здесь отличался сразу от всех нас потому что он в простые сравнительно песни вкладывал точнее не вкладывал а простые простые сравнительно песни играл на такое на довольно расширенной гармонии с рядом дополнительных аккордов и это чрезвычайно музыкально через чрезвычайно украшает эти песни и делает их музыкой превращает их из просто аккомпанемента бардовского до настоящую музыку за ней интересно следить она развивается она меняется она переливается то есть эта музыка и вот это было удивительно это было много потому что русские группы даже в электричестве играли все равно аккомпанемент многие до сих пор продолжают это делать так в прямую как написано так и снято а это музыка все что я хочу удивительно проникновенная песня проникновенная до до дрожи до слез до слезы чай про чай и говорить нечего гармония мира не знает границ отсюда идет этот свет потому что гармония мира не знает границ мир прекрасен мир удивителен и прекрасен и боря наверно первый был кто об этом спел кто об этом заявил в открытую вот так ребята мир прекрасен на плюйте на все плохое мир прекрасен и мир победит все равно плоскость может быть это самая главная песня прось пусть меня простят те кто считает иначе может быть это самая главная песня на этом альбоме потому что она вот она совершенно новая если все предыдущие песни они все-таки похожи на то что игра похоже по структуре по внешней внешне похоже на привычные песни плоскость не похожа плоскость это здравствуй брайан и на здравствуй дэвид боу и здравствуй мировой мировая рок-культура несмотря на то что несложная такая штука но она да она вот оттуда она со всего земного шара это это большая рок-музыка несмотря на то что очень лаконично все сделано гитара виолончель до голос всего мало но все настолько правильно настолько здорово рутман просто веселая штучка в подобную ночь привет от боба дилана но очень здорово сыграна на гитаре очень здорово спета и все очень правильно единственный дом джадас нам все спета удивительным образом просто очень хорошо спета и очень хорошая песня опять-таки до дрожи до слез а река это самый настоящий поток самый настоящий поток искусства который нас всех подхватил и понес и несет до сих пор я пошел пить пока